В конце июля Государственная Дума одобрила поправки в закон о психиатрической помощи. По мнению экспертов, они могут ухудшить правовую защищенность людей с психическими расстройствами и усложнить контроль за условиями их жизни в психоневрологических интернатах. Это поправка о юридической помощи и защите прав пациентов с психиатрическими заболеваниями, именно касается, которые находятся в психоневрологических интернатах. Не скрою, что люди в психологических интернатах, они, ну, по сути, бесправны. За них все решает единственный опекун в лице руководителя ПНИ. То есть он решает, пойдет он в гости к своим родителям или не пойдет. То есть будет он, выйдет на сопровождаемое проживание или не выйдет. Воля изъявления никто не считается с попавшим туда. Поправками в закон упраздняются независимые службы защиты прав пациентов ПНИ, которые принимают жалобы пациентов и направляют обращения в органы власти, в том числе в суд. Защищать права пациентов будут региональные органы власти, омбудсмены и прочие госструктуры. А главное, чтобы временно покинуть ПНИ, к примеру, для визита к родителям на выходные, пациенту потребуется разрешение директора интерната. Причем отказ обжаловать нельзя. Мы очень ждали поправки в 181 законодательстве, они вышли. Это сопровождаемое проживание, сопровождаемая трудовая занятость, социально полезная занятость. И следующим пакетом мы ждали именно изменения в этой законе о психиатрической помощи и законы распределенной опеки. И мы думали, что это будет все вместе в комплексе принято, в едином порыве. Но почему-то законодатели решили все расчленить. По данным на 2019 год, в России около 650 психоневрологических интернатов, в которых проживает свыше 150 тысяч пациентов. В Оренбурге шесть таких учреждений общей вместимостью около 1800 коек, которые всегда заполнены. НКО и благотворительные организации оказывают таким пациентам помощь наравне со специалистами интернатов. Правда, теперь по закону у них нет полномочий попасть к таким пациентам. И все будет зависеть от руководства учреждения. У нас открыты учреждения. Если вот посмотреть по нашим даже психоневрологическим интернатам и по детскому гайскому дому-интернату, то двери наши открыты. Мы тесно взаимодействуем. Вот сейчас прямо на вскидку я вам скажу те НКО, которые предоставляют нам свою помощь. Это автономная некоммерческая организация «Маяк». Это не диаконический центр прикосновения в городе Оренбурге. И я могу этот перечень еще очень много говорить о нем. И никогда не было такого, чтобы какая-то некоммерческая организация обратилась к нам за помощью, чтобы наш интернат открыл двери для того, чтобы посетили. Поводом для беспокойства стала трагедия в Санкт-Петербурге, произошедшая в апреле текущего года. По словам руководителя Центра палеотивной помощи и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам Вера Ньютей Федермессер, из-за ненадлежащего ухода в ПНИ скончалось семеро детей от истощения. По этой причине 151 российское НКО и более 90 тысяч граждан обратились к президенту Путину с просьбой отклонить поправки. Развитие общества определяется именно отношением к самым незащищенным ее гражданам. Поэтому и я, и сенаторы, которые работали над законом, внимательно отнеслись к ее обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Часть поправок учтена в законе в большей части, я бы сказала. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением законодательств, развитием законодательств в этой сфере. То, что вступит в силу, оно вступит в силу только с 1 сентября 2024 года. Сейчас пока это все рассматривается. Но то, что касается изменений тех, которые мы посмотрели, и о которых я могу сказать, не комментирую нормы закона, это то, что как раз и говорится, что в субъектах будет создана комиссия специальная, в которой в том числе будут входить представители общественных организаций и, возможно, автономные некоммерческие организации, которые как раз и будут принимать участие в вопросах приема, перевода, выписки как раз граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями в этих интернатах. На текущий день штат специализированных организаций, оказывающих помощь людям с ментальной инвалидностью, полностью укомплектован всеми необходимыми специалистами. Также в регионе с пациентами постоянно взаимодействуют активисты НКО.